добрый вечер друзья сейчас уже 7 часов вечера хотя еще не так темно я двигаюсь в корейскую баньку так решил возобновить традицию там ждет меня приятель и в догонку к тому видео что я делал вчера про профессию вот эту медсестры о том что у нас тут кризис и в общем с работой как-то не могут люди устроиться вечером я по дороге мы ехали из санта-круз я это видео записал повесил когда пришел домой и спать пошел а утром проснулся имел запускаю и там у меня не один а сразу три сразу три сообщения мессенджи где говорят что так дословно они говорят что значит потребность в registered nurses и в 2015 году вот в текущем в текущем году был skyrocket да то есть космос улетит вот прям вот эти не вот так вот вот так вертикально пойдет значит вот буквально в этом году пойти поэтому надо сейчас идти учиться чтобы через пару-тройку лет оказаться на маркете хотя они не обещают ничего про три года они говорят что вот сейчас на skyrocket но она не skyrocket никак то есть она пока что вот так поэтому может быть где-то в какой-то публикации где-то что-то и написано что такое про skyrocket но вот то что джекджи джек маркет для себя сегодня представляет мы хорошо знаем и я подумал что так у меня сложилось в голове что если пошла такая вот компания спама в сети через имейлы это видимо говорит о том что вот эти учебные заведения которые обучают медсестер которые на самом деле ответственны за то что произошло перепроизводство относительно конечно ответственно люди сами идут люди сами деньги платят не то что там если спрос есть так черт предложение возникает но они как бы пытаются больше народу рекрутировать и вот рассылают эти имейлы и это как бы прямая ложь прямой развод и безусловно если вот их сейчас взять вот за грудки и начать говорить там откуда информация что чего на что-нибудь там сошлются я я я не сомневаюсь что они не делают это от балды и не подставляются так чтобы подставиться они так это делают чтобы как бы они вообще не не причем наверняка но одно они знают ситуацию они знают что работы нет я вот вчера рассказывал если кто-то не слышал что вот местный госпиталь женщина рассказывает что на пять позиций было 400 заявлений из которых 16 добрали поговорить и в итоге там пятерых наняли и так еще там не не на полную катушку а так временно там посмотреть и так далее вот такая история и мы снова и снова и снова и снова возвращаемся к тому что из себя представляет современная вот эта вот система я не хочу сказать даже быстрого переобучения это не быстрая штука она она стоит очень приличных денег это понятно потому что действительно же там надо ну ну по серьезному поучиться то есть это пару лет там нельзя может быть и больше на registered nurse и они там еще должны там тысячи часов или сколько там отработать в медицинских учреждениях чтобы там все это получить там типа практики там и так далее это все очень затратная штука я уже не говорю о том что они там эти даже два года допустим учиться они же не работают в это время они не зарабатывают ничего и и продолжается уже когда все рухнуло и как казалось бы уже новую ну просто чтобы рассосалась то что есть нужно было может быть годик бы то никого и не выпускать хотя это невозможно система работает там люди уже год проучились то может быть они есть на может быть многие даже прекратят учебу потому что понятно что ничем не кончится в общем вот как бы да то что происходит то есть говорят значит skyrocketing вот вот так спрос у нас вот в этом прямо вот в этом вот году вот вот так хотя он вот вот так в общем так просто о жизни числе